В конце марта 1999 года произошло событие, которое оставило значительный след в истории боевой авиации. Через три дня после начала операции НАТО в небе Югославия у села Буджановцы под Белградом рухнул многоцелевой стелс самолет F-117. Он был сбит старинным советским комплексом S-125M Печора. Меткий выстрел сербских зенитчиков не только впервые в истории уничтожил невидимый самолет, но и заставил сомневаться в малозаметности, как в одном из основных свойств военной авиации будущего. Тогда советскому комплексу было без малого 40. Сейчас ему уже более 60, но он по-прежнему находится на вооружении почти трех десятков стран и пополняет боевой счет. Последней его известной жертвой стал американский дрон MQ-1 Predator в марте 2015-го. Впервые комплекс был применен в 1970 году в небе над Синаем. Даже прославленные летчики израильских ВВС Хельха-Авир признавали, что с появлением S-125 у египтян воевать на левом берегу Суэцкого канала им стало крайне опасно. За весну лета 1970 года ракетами комплексов S-125 было сбито до 9 израильских фантомов и других самолетов, что для войны на истощение, которую называли конфликтом малой интенсивности, было довольно много. Новый маловысотный комплекс лишал израильтян излюбленного маневра захода на цель на сверхмалых высотах. Со временем они научились бороться с базовым вариантом комплекса, но и его разработчики не сидели сложа руки. Боевое крещение комплекса доказало его боеспособность. Работа над ошибками с учетом израильского опыта дала долгую жизнь и актуальность. Потом он регулярно применялся в конфликтах разной интенсивности и неизменно приносил результат. К примеру, им был сбит один из первых иранских истребителей в начале затяжной Ирана-Иракской войны. Во время войны в заливе из трех десятков потерянных машин антииракской коалиции, не менее пяти на совести советского комплекса, который к тому времени уже считался изрядно устаревшим. В последней крупной войне 20 века, во время бомбардировок Югославия, не считая беспилотников, он сбил два американских самолета. Истребитель F-16C и злополучный F-117, который стал замечательным финальным аккордом в боевой карьере легендарного комплекса, хотя сама она пока еще не завершена. Последнее массированное применение S-125 произошло во время американо-англо-французской атаки в Сирии в апреле 2018 года. Тогда сирийцы заявили, что сбили из комплекса пять крылатых ракет, совершив 12 пусков. Американцы традиционно отрицают любые потери, а истина, как всегда, находится где-то посередине. Какова бы ни была статистика, S-125 навсегда останется в истории, как первый и пока единственный убийца стелсов. Субтитры создавал DimaTorzok